И мы понимаем друг друга вообще на сто процентов Давай работаем, работаем, шоколад И там есть наш любимый русский мат Давай, 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 давай Вы были у него в углу, когда он бился с Алексеем Олейником Алексей просто себе позорил очень много лишнего Меня заблокировал, потом какие-то гадости писал По поводу шары боли-то не могу не спросить Про тесты он уже сдал первый чистый тест Друзья, всем привет, вы на канале Спорт24 А в кадре вы видите трех бойцов UFC Джонни Уокер выступает там с 2018 года Богдан Гуськов подписался в лучшую Лигу Мира недавно А его дебют запланирован на 2 августа Ну и тяжеловес Вальтер Уокер Последние 4 года проживающий в России И обладающий рекордом 11-0 Он тоже попал в UFC почти одновременно с Гуськовым По его дебюту еще нет информации Объединяют их тренировки, сборы и в принципе причастность к залу Гор ММА В этом видео наш корреспондент Иван Ковалев Фиксирует веселую тренировку братьев Уокеров Подгоняемых русско-английскими командами от Гуськова И общается с Гором Азизяном Про бразильцев, которых он в количестве более чем 10 человек Собрал у себя в зале Подробности о предстоящем дебюте Шары Буллета И конфликта с Алексеем Олейником Будет интересно Всем приятного просмотра Давай, давай, давай Давай, давай Страйдер Да, и контроль Голосай, голосай Давай, работай Давай, работай Галко, голосай Галко, обрапай Допистанция Допаст, сад и продаж Остат и продаж Допаст, азат и продаж Адам, блядь, забаст, отадам Допаст и продаж Ни дипаст Scriptures по такому Допасту Какая, в причина Это, не предусловно Допаст Сидите и идите! Не нужно плать Поехали! Поехали! Я не платье, потому что я не боюсь Я не боюсь, потому что я боюсь Поехали на ноги Не нужны большие пальцы Поехали Поехали! Никто не скажет, атака, атака Find свой стиль Давай работаем! Давай работаем! Поехали! Ну вот Шоколад, давай убей его, убей этот гаев. Уходишь, ты здесь, смотри, 15 секунд проходили. Все, поехали. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Так что для меня это не новое, мы с ним уже, можно сказать, знакомы уже на ковре. Ну вообще все знают, что он такой достаточно нестандартный боец, там с разных углов удары летят. Вспомнишь, как вообще он, может быть, тебя удивлял? Сегодня были локти с разворота и так далее в прыжке. Да, да, это всегда у него очень нестандартная техника, так как, насколько я знаю, у него нет базы какой-то ударной своей. Так что он очень нестандартный, такой как бы самородок. И всегда самые опасные, наверное, люди, которые как бы такого плана работают в своей манере, никогда не ожидая, что от них ждать. Играет музыка. Мы понимаем друг друга вообще на сто процентов, мне кажется. Я так понимаю, у тебя небольшая база английского есть, и португальский ты еще знаешь что-то, да? Ну, португальский только маты знаю. А так английский, да, маленькая база есть, но это тоже благодаря тому, что вот мы общаемся здесь. И хочешь не хочешь, это все прилипает, как бы, ну и школа как бы чуть-чуть есть. Так что... Сейчас показалось, что ты как будто чуть получше готов, чем ребята именно функционально, так посвежее выглядел или это показалось? Да нет, я просто дома, как бы, из-за этого. Когда дома всегда и стены помогают, и мы себя гораздо хорошо, гораздо лучше себя чувствуем. Джонни, он прилетел, он там перелеты были туда-сюда, как бы. Вот, Вальтер сейчас тоже набирает, начинает обороты, у него долгий, как бы, такой получился после боя отдых, и из-за этого сейчас он немножко, как бы, просаженный, так скажем, по отдыхалочке. Но это все вернется, буквально пару недель, и будет уже в порядке все. Смотрю, так жестко с ними, вот на последний раунд ребята не особо как будто хотели уходить, ты прям заставил, да? Ну да, да, есть такое, иногда надо такие, как бы, проявлять. Сейчас нету главного тренера Гора, обычно он всем этим делом занимается. Ну, сейчас я его подменяю, и, как бы, мы даем, как бы, точнее, я им даю такой запал, чтобы работали и становились лучше. А он жестче еще, да, Гор? Ну да, да, в плане того, он вообще не дает ни отдыхать, ни этот, по таймингу всегда, чтобы это все было. Ну, главный тренер, как бы, он видит свои моменты лучше, как мы. Все равно мы где-то, хочется где-то больше отдохнуть, где-то хочется, там, водички какой-то попить момент. Вот, он этого не дает, потому что есть определенный тайминг, в котором надо работать, работать и работать. Вальтер, расскажи, как давно ты живешь в России? Я уже живу здесь четыре года. Я уже есть дочка, я уже есть жена. Я люблю Россию, но это мой дом. Я, я уже, я люблю мой тренер, Гор, я люблю мой спорный партнер, Богдан Гусков, и я уже живу здесь, это мой дом. Можешь сказать, а кто тебя русскому научил, ты хорошо достаточно разговариваешь? Бэ, потому что у меня есть дочка, у меня есть, like, тренер русский, мой друг Богдан Русский, жена Русский. И, бэ, сейчас я говорю лучше ручки, потому что дочка, дочка очень помогает мне, потому, почему, когда моя жена говорит, моя дочка, я ждусь, я попробую говорить. Я знаю, я не очень хорошо поговорю, бэ, и скоро, я думаю, говорить хорошо. Много бразильцев у вас в зале, а как так вообще получилось, что вас в Бразилии связывает, что так вот много бойцов в вашем зале оказалось по итогу? Добрый день. Ну, так получилось, что у меня любовь к Бразилии появилась еще в 15-м году. Я туда часто вылетал, во все залы, можно сказать, побывал, и ребятам понравился мой подход. И вот сейчас у нас где-то в зале живет человек, по-моему, 12, если не ошибаюсь, и еще четверо на подходе. А можно сказать, что это так своего рода бизнес, и как бы вот уже ребята на определенном потоке к вам идут, чтобы делать тебе карьеру? Да, конечно. Очень многие ребята, которые думали, что уже бросили карьеру, например, Тиаго Кардоса, да? Да. Он ко мне пришел после очень многих поражений. Сейчас он, по-моему, на пяти винстрайков, и он уже в лучшую, по-моему, двадцатку России входит. И они, конечно, связывают свое будущее со мной, потому что они видят результат. Тот же самый Джефферсон Гонсалес, который не дрался, по-моему, шесть лет, сидел, по-моему, в Англии, и он сейчас, по-моему, уже 13-0, если не ошибаюсь. Ну, парней очень много, поэтому я могу ошибаться на один бой, да, и у меня Лукас Насимента, Вальтер за четыре года с нуля зашел в UFC, да? Прошу заметить, что он, по-моему, даже не четыре года, а три с половиной года у меня работал. И мы один из первых клубов, который за три с половиной года нулевого парня впихнули в UFC, вот, и у него дебют будет в сентябре в Лас-Вегасе. То есть это не контендер, а это полноценный контракт на четыре боя. Если сейчас посмотреть на топов тяжелого веса UFC, как вы думаете, вот на каком примерно среди них был бы в данный момент Вальтер уровне? Ну, то есть, условно говоря, Сирил Ганн, там, не знаю, Сергей Павлович, вот те, кто сейчас топ-3, что смог бы с ними показать Вальтер Уокер? Я думаю, говорить про таких бойцов ему очень рано. Я думаю, через года два это все будет ему по плечам. Человеку просто нужен опыт. Он на больших аренах не дрался. У него, кстати, были очень много выездных выступлений. Он в Бразилии выступал, в Таиланде выступал. Он недавно на Titan FC бой забрал. Очень опытного Алекса Николсона в Сербии. Но, знаете, я думаю, ему такой большой арены, опыта пока нет. Поэтому степ-бай-степ мы никуда не спешим. Он, по-моему, недавно ему 25 исполнилось, Вальтер. Он никуда не спешит. Да, совсем мало. Через 3-4 года он будет на пике. И мы сами знаем, где будут вот эти бойцы, о котором вы говорите. Про Джонни Уокера хотел спросить. Он уже не первый раз, вот сегодня я видел у вас в зале, не первый раз у вас тренируется. Вообще, ну, я опять же с ним пообщался. Он сейчас, насколько известно, живет в Ирландии. Тренируется у Джона Кавана в Straight Bass Gym. Ну, в том же зале, где Макгрегор тренируется. А вообще, у вас были мысли, может быть, тоже съездить туда, ну, знаете, для обмена опытом с Джоном Кавана? Или, может быть, его пригласить к себе? Да, были. Мы с ним на связи. Что пригласить? Мы работаем вместе, можно сказать. То есть, проблема у Джонни, это наша общая проблема. Да, Джонни не первый раз. Джонни уже, по-моему, второй раз у нас на, можно сказать, сборах. И я думаю, не последний раз. Я не удивлюсь, что когда-то он к нам придет. Там же это... У него жена из Ирландии. И до этого он тренировался у другого моего приятеля, Фираса Захаби. Да, да. А тоже мы с ним в отличных отношениях. Я в этом плане, как бы, вообще ничего против не имею. Если ему там лучше, пусть он тренируется там. Главное, чтобы он всегда был на связи, всегда спрашивал и не делал ошибки, которые я считаю, что это ошибка. И все. Потому что очень много ошибок он совершил, слушая своих прежних тренеров. Он сегодня это признает. Говорит, да, если бы я тогда послушался бы тебя, я бы сейчас был бы не на пятом месте, а на первом. Поэтому, вот, грубо говоря, все, что сделал Джамал Хилл, может сделать он. Просто если бы он не принял бой 2019 года. Мы же понимаем, о чем я. Вот, поэтому парень хороший, он очень перспективный. Джонни тоже очень сильно растет. Он прибавил в борьбе, он прибавил в защиту от борьбы. Он добавил очень много сюрпризов. Сегодня он на зале очень многих нежданул. И на прошлых спаррингах. Поэтому, знаете, он такой тоже игрок на длинную дистанцию. Ведь чемпионом UFC становятся ребята, которые готовы на длинную дистанцию. Как, например, Хабиб Нурмагомедов, там, Ислам Махачев. Они же не пришли, там, за один день и не готовы уйти за один день. Это же долгая работа. А очень многие от этой долгой работы устают, умирают. Падают в отчаянии. Думают, что, может быть, им другим надо заниматься. А моя школа, то есть мы настраиваем на долгую работу. То есть мы можем проиграть один бой, два боя, три боя. Для нас главное, что будет в итоге. А пока в итоге у нас команда растет. У нас бывает 100 боев, из них 95 мы выигрываем. Просто люди говорят о тех пяти, которые мы проигрываем. Но так бывает, к сожалению. Гор, хотел вас про Оли Томпсона спросить. Вы были у него в углу, когда он бился с Алексеем Олейником на турнире РЕН-ТВ. Ну, известно, что у вас был определенный конфликт, недопонимание с Алексеем. А можно это расценивать, знаете, как какую-то личную историю, когда Оли нокаутировал Алексея? Ну, можно, конечно, можно. Алексей просто себе позволил очень много лишнего. Он себя считает выше всех, наверное. Ну, если не всех, то выше нас. Но бой же показал, кто где находится. Можно этот бой назвать полет из UFC на РЕН-ТВ. Гор, ММА, что думаете? Ребят, я, знаете, когда открывался этот зал, они обратились ко мне, там, разговаривали и так далее. Говорят, а я вообще спрашиваю, ребят, какое отношение к ММА имеете вообще, какой опыт, все остальное. Они говорят, ну, мы тут как бы рестораны у нас, люля-кебабы, все остальное. А сейчас деньги появились, хотим еще спортом заняться. Поэтому, если хотите заниматься, конечно, чтобы вас научили профессионалы, чтобы вы выступали, выиграли и так далее, я думаю, нужно идти из зала, не идти, учиться, зажарить кебабы. Все, всего хорошего. А, ну, может быть, у вас там была возможность лично как-то пообщаться, какие-то вопросы там решить в разговоре? Я пытался, я ему звонил, он мне заблокировал, потом какие-то гадости писал. Ну, вот. Ну, я не хочу вот эти... Нюансы... Ворошить, потому что это было 4 года назад. По поводу Шар и Буллит, я не могу не спросить. Вот, Шарабудин сам рассказывал, что у него из-за того, что он принимал мелдранат, тест он не мог чисто никак сдать. Вот как сейчас с этим дела обстоят? Почему-то его всегда спрашивают то про тест, то про драку. Ждут дебюта. Да, про протест. Да, ну, про тест, про дебют, про глаз. Короче, с глазом у него все хорошо. С дебютом у него будет в октябре Абу-Даби. Ну, соперника пока не могу раскрыть. Ну, соперник будет у него хороший. Про тесты. Он уже сдал первый чистый тест. Он скоро сдаст второй, я уверен, чистый тест. И получит доступ на октябрь. Он уже чистый. Продолжение следует...